Приветствую всех зрителей! Сегодня я покажу, как можно смотреть YouTube, несмотря на различные замедления, либо его ограничения. Как смотреть YouTube видео в высоком качестве, потому что в последнее время наблюдается, что действительно происходит замедление, бесконечный кружок крутится, видео на YouTube грузится, я не знаю, по полчаса, по полдня, у кого как, в зависимости от того, в каком регионе вы проживаете. Сегодня пройдем простые настройки и я покажу, как смотреть можно YouTube, в общем-то, без всяких проблем. Сначала способы без VPN, но если вы захотите скачать классное, действительно классное VPN приложение, то я оставлю необходимые полезные ссылки на 4 VPN приложения в описании под этим видео, переходите, скачивайте. Ну, а я сейчас покажу без VPN, как можно смотреть YouTube. Первым делом, смотрите, задерживаем палец на приложение YouTube, потом о приложении и смотрите, нужно очистить полностью кэш. Очищаем кэш, после этого заходим в само приложение YouTube, снизу иконка вашего аккаунта, справа сверху нажимаем шестеренка. И тут, смотрите, нужно зайти в пункт под названием управление историей просмотра. Заходим сюда, нужно очистить полностью историю просмотра. Во-первых, поставьте через 3 месяца, чтобы сохранялась эта история, 3 месяца, не больше. Потом нажимаем удалить, удалить все. Именно история просмотров, то есть ничего важного вы не потеряете, можете не переживать. Все, историю просмотра вы удалили, замечательно. Потом еще раз нажимаем иконку, шестеренка, заходим в пункт такой как общие, чуть-чуть ниже спуститесь, до пункта местоположения. Вот тут, смотрите, поменяйте местоположение на некоторые страны. У меня, допустим, Италия отлично работает. Поставьте Италия, также можете пробовать, тестировать Германия, Франция, Великобритания, США, Испания. Из этих вот стран поставьте сначала там Испания, допустим. Проверьте YouTube, протестируйте его, зайдите, посмотрите видео. Потом поставьте, допустим, США, проверьте, протестируйте. И выберите ту страну, где, по вашему мнению, YouTube быстрее всего загружается. Действительно, это полезная штука. Потом, вот, нажали сюда, замечательно. Еще один момент, зайдите в свой Play Market и вот тут нажмите поиск и напишите YouTube. Попробуйте еще также обновить приложение YouTube, просто нажмите обновить. Обновите YouTube, пусть там всякие настройки новые встанут, появятся и все будет замечательно. Еще раз потом зайдете в общие настройки и убедитесь, что у вас включен пункт, допустим, Испания, Италия, Франция, Германия. Также, друзья, смотрите, чтобы смотреть YouTube, есть и другие фишки, лайфхаки. Их очень много, я вам хочу так сказать. Можно скачать VPN-приложение. Можно настроить системную настройку VPN. Я снимал отдельное видео. Зайдите на канал, в недавних добавленных видео можете посмотреть это видео. Потом можно использовать различные браузеры. Допустим, вот по стандарту в опере браузере есть, вот нажимаете на вкладку и сверху приватные. Это приватный раздел вашего браузера, где автоматически включается уже VPN. Вот тут пишите YouTube и можете смотреть YouTube тоже как бы без проблем. Но действительно, единственное, это будет просмотр видео YouTube в браузере, не в самом приложении, но в браузере. Вы тоже можете без проблем зайти в этот браузер, зайти в YouTube, зайти в свой аккаунт и так же само будете смотреть. Вот вы заново зайдите в свой аккаунт и будете смотреть YouTube без проблем, оставлять те же самые комментарии. В общем-то, все будет замечательно работать. Также есть определенные, знаете, как они называются, сторонние клиенты, сторонние клиенты для YouTube. Такие как, допустим, SnapTube, допустим, Libretube, что там еще есть у нас, Vanset, типа. Все эти приложения тоже неплохо работают. GreenTuber, допустим. Там много есть таких приложений, которые являются сторонними клиентами для YouTube. И там вы тоже можете войти в свой аккаунт, полноценно пользоваться YouTube. Да, это будет неофициально, ну, как бы сказать, потому что официально будет замедлен. Ну, а вот такие варианты, как бы, тоже имеются. Ну, а там вы сами смотрите. Да, да, нет, нет. Проверяйте различные способы, которые точно сработают именно в вашей ситуации. Потому что в одном регионе способ, допустим, поменять местоположение в YouTube сработает. В другом регионе он может не сработать. Провайдер будет блочить вообще все напрочь. В таком случае вы можете скачать DNS сервера. Дополнительное приложение, где открываются DNS сервера. Либо DNS сервер изменить, допустим, в своем Google Chrome браузере. Это тоже есть возможность. Справа сверху три точки. Настройки. Короче говоря, ну, действительно, очень много разных фишек есть. Конфиденциальность и безопасность. То есть, я вам сейчас покажу способ, как можно смотреть YouTube в Chrome браузере. То же самое. Вы заходите в приложение YouTube. Точнее сказать, не в приложение, а на сайт YouTube в Chrome браузере. Заходите в свой аккаунт. И так же самое полноценно пользуетесь YouTube. Оставляйте комментарии, просматривайте. История все сохраняется. И в этом разделе, смотрите. Так, сейчас, секундочку. Нам нужно попасть. Вот. Использовать безопасный DNS сервер автоматически стоит. Выбрать другого поставщика. Персонализированный. И тут есть четыре варианта. Open DNS, Cloud Client Browsing, Google Public DNS и Cloud Fraud 4 единицы. Что-то из этих двух я советую. Либо Google, либо Cloud Flyer. Хороший DNS сервер. Тоже можете теперь заходить в YouTube. Именно вот, допустим, вот тут. YouTube. Зайдите в свой Google аккаунт. Кстати говоря, вот мой Google аккаунт. Потому что Chrome браузер и YouTube приложение. Это считайте одно и то же. Вы автоматически будете заходить и в свой Google Chrome браузер по тому аккаунту, который есть в вашем официальном YouTube приложении. Без проблем. То же самое. Можете смотреть YouTube. Не обязательно через приложение. Можете через браузер смотреть YouTube. Это тоже очень удобно. Никаких проблем здесь нет. На самом деле, очень много различных способов остается, чтобы смотреть YouTube. либо через приложение, вот так, либо через Google Chrome браузер, либо через Opera, сключенный VPN. То есть, вариантов очень много. В любом случае, даже если его и заблочат YouTube, вы всегда сможете оставаться на связи. Как и Instagram. То есть, теперь, включив VPN, да, какое-то приложение, без проблем, человек может пользоваться Instagram и какими-то другими социальными сетями, приложениями. Или там, Telegram, то же самое, он уже стоит на очереди на блокировке. То есть, ну, понятно, что хотят власти ограничить нас нафиг, Северную Корею превратить. Но я надеюсь, что у них это не получится. Все-таки люди хотят как-то, знаете, видеть, как другие живут, что снимают, ну, как-то развиваться, чтобы было интересно. Знаете, потому что в Северной Корее, там, допустим, там три телеканала, блин, и все на этом. А все однотипно, однообразно. Мы же, конечно же, более свободны и хотим все-таки в информационном пространстве расширяться, развиваться как-то и, так сказать, быть на связи, быть в понимании вообще, что происходит на планете, можно так сказать. Друзья, всем спасибо за внимание. Пользуйтесь теми способами, которые подходят лично вам. Удачи, друзья, успехов и всем пока.